всем привет еще раз вот у нас наконец-то подоспели главное устройство для prada 18 plus это у нас та же самая платформа ts10 которую мы уже обозревали соответственно те же самые характеристики тот же unisoc 8 ядерный 4 гига памяти оперативки вот тот же самый прекрасный экран 12.3 который поражает своей красочностью и конечно снимая видео это не передать это надо видеть своими глазами действительно монитор классный у него офигенные углы обзора то есть вообще отсутствуют какие-либо искажения прекрасно передает картинку у него у самой головы прекрасное быстродействие любые приложения запускаются мгновенно все открывается все работает можно смотреть видео можно музыку слушать можно совмещать несколько приложений youtube навигации многое-многое другое есть широкополосный эквалайзер с разными настройками реальное усиление басов именно вот какой эффект сабуфера здесь такой есть вот соответственно стандартные все функции работают навигация радио радио интерфейс выглядит вот так ну как кто-то говорит немножко дешманская другой стороны функционально полоска радиостанции здесь внизу соответственно здесь же есть быстрый выходный эквалайзер есть выбор каналов быстро есть поиск в принципе все что нужно здесь есть и жаловаться на то что интерфейс неудобно и не приходится соответственно музыкальный плеер музыкальный плеер стандартный да он не особо красивый здесь отображается обложка альбома если имеется здесь у нас плейлист здесь у нас выбор носителя то есть флешка внутренняя память вот и просто список соответственно того что есть у нас плейлисте здесь также вот есть хождение по папкам соответственно то же самое есть для видео плеер вот так он выглядит можно смотреть видео во весь экран можно менять соотношение сторон чтобы было правильно и корректно естественно можно совмещать данный плеер с любым другим приложением ну понятно что с радио никто не будет слушать тем не менее то есть соответственно все работает отдельно то есть у нас как бы два экрана естественно яндекс навигатор куда без него вот так это видео выглядит на большом экране сейчас нет немножко тупит прогрузит карта в целом конечно вид офигительный экран кстати очень хороший по чувствительности touch имеет что тоже очень приятно то есть пользоваться в одно удовольствие если бы еще интернет летал в области то вообще было бы шикарно к сожалению то что есть наконец-то прогрузился все вот но соответственно яндекс навигатор с алисой алис ты меня слышишь да слышит меня динамика только у нас не подключена то есть все полноценно и хочешь смотри видео что-то они никому включил берите детей так ну в общем вот так вот это все работает очень все быстро все как в принципе было на предыдущих обзорах не буду делать какой-то полный обзор потому что никакого смысла нет смотрите обзор на на первый рестайл там такое долгое нудное видео там в принципе все моменты я показал вот по настройкам там прошелся здесь идентично настройки у нас идет android и есть настройки соответственно которая системная тут их дофига к этой голове можно легко и просто подключить переднюю камеру если вы захотите это сделать с задержкой на 10-15 секунд там сколько захотите после задней будет включаться вот здесь у нас синяя подсветка сейчас не знаю я может покажу вот так здесь выглядит подсветка на самом деле кажется на ядовито синяя по факту это не так она достаточно нежная такого цвета голубой немножко с фиолетовым что ли это оттенком примерно вот такого такого плана вот выглядит на самом деле совершенно нормально к сожалению на видео это не передать поскольку на видео она выглядит такая прям контрастная на самом деле это не так это более-менее более-менее нежная и соответствует штатный единственное просто сам шрифт довольно толстый нетипичный для родного но в остальном выглядит все очень прилично отдельное внимание также хотел бы уделить корпусу теперь у нас покрашен серебристый цвет монитор у нас черный но выглядит все достаточно благородно оригинально вот они не выбиваются из штатного дизайна то есть у нас также серебро и такой черный конкретный дисплей причем с таким приятным фиолетовым отбликом что конечно подкупает вид со стороны очень такой и не у него интересный и и Вичуринский проспект